Откуда приходит музыка? Где рождаются стихи? Как возникают идеи? Мы улавливаем, считываем, транслируем, но кто и зачем посылает нам это? Какую тайну нам хотят открыть? Что заставляет нас, людей, браться за перо, за кисть? Что заставляет нас мучиться, пренебрегать земным ради эфемерного? Почему мы так нуждаемся в красоте? Ведь от нее нет никакой практической пользы. Но мы задыхаемся без прекрасного. Наша жизнь становится мрачной, безрадостной и теряет смысл. Человек начинает разрушать. Он забывает о божественном даре созидания. Но мы были другими. В детстве весь мир был наполнен сказочными яркими красками. А мы просто брали эти краски и рисовали. И были счастливы. Но потом этот маленький художник покидает нас, как маленький принц. Почему? Потому что для счастья нам теперь нужно гораздо больше. Благополучие, сытость, признание. Мы всю оставшуюся жизнь боремся за это. Но разве мы счастливы? Дмитрию Тарасову повезло. Он не только не расстался со своим маленьким гением, но и находит его в каждом из нас. И мы чувствуем прилив счастья и вдохновения. Это счастье и вдохновение имеет причину. Только оно имеет другой источник. Это не деньги, не карьера. Это не то, зачем мы так упорно гоняемся. Тарасовы просто открывают его вам. И вы чувствуете, что красота, благодарность и любовь не имеют предела. Картины выпускников семейной мастерской Тарасовых демонстрируют лучшие залы обеих российских столиц. Центральный дом художника. Центральный выставочный зал в Манеже. Политехнический музей. Открыв для себя безграничность возможностей, преобразующую силу творчества, Тарасовы щедро раздают каждому. Даже тем, чье будущее поставлено под сомнение. Маленьким пациентам детской онкологии, обитателям детских домов. Мечтаю сделать Россию самой рисующей страной. Семейная мастерская Тарасовых. Начало без конца.